здравствуйте дорогие друзья меня зовут анна и рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу поговорить на тему того чем я пользуюсь от клеща чем я пользуюсь от остальных каких-то вредителей какими удобрениями я пользуюсь то есть так сказать моя зеленая аптечка сейчас начну сначала с того что у меня тут не убрано мой прекрасный ящичек вот и дальше уже пойдем более так сказать структурировано давайте начнем тогда уж с удобрений удобрения у меня есть удобрение бона форте это пролонгированного действия удобрения для рассады и для роз как бы здесь написано для пионов роз но вам нужно понимать что не то что написано здесь из написанной вернее для пионов роста вам все только используйте его для пионов роз нет смотрите здесь формула так азот 5 фосфор 13 калий 13 то есть данное удобрение подойдет для всех цветущих растений то есть не обязательно да и не цветущих тоже не обязательно только для роз дальше это удобрение в виде порошка а вот это удобрение в виде гранулок там не буду открывать сейчас кота программу не жить не быть сначала нужно прийти потом просится обратно так здесь у нас какая формула азот фосфор и калий по 7 с половиной но здесь еще есть всевозможные микроэлементы то есть не формула в принципе нравится но формула невысокая бы так сказала для поддержания штанов так и дальше по удобрениям еще у меня есть это буски удобрения это grow green и это не наше отечественное по моему удобрение и так каким удобрением буду пользоваться и в какой последовательности это удобрение у меня пойдет в самом начале формула 13-40-13 для наращивания формовой массы так сказать дальше это середина лета единственное что мне пришло вот это удобрение она почти все вот комочках видимо попала влага но я думаю что мы тоже разберусь когда уже начну его использовать когда начну поливать все равно уже будет нужно объем который мне будет нужен для полива не будет больше и соответственно как-то может раздробливать камушку чего там страшного нет и удобрения 311 38 это уже на финальной стадии так сказать это уже когда вот цветение активно для то есть азота минимум фосфора и калия побольше дальше что у меня есть это удобрение ну вообще называется 30 плюс она бывает в разной фасовки то есть и здесь у меня от агроуспеха есть еще от другого производителя не помню какого в общем данным препаратом я буду обрабатывать свои растения когда на улице будет где-то плюс 4 но где то вот то есть еще когда почки не проснулись ничего еще грубо говоря не не начала особенно вегетировать вот этой красотой буду обрабатывать вот эта упаковка она на 10 литров идет до 10 литров воды скорее всего мне все обработать не хватит потому что хочу обработать прям все 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 поэтому на всякий случай мне еще там две упаковки стоят вот дело в том что у нас мы живем в деревне и дома поставлю грубо говоря друг на друга из окна в окно и у всех есть огороды у всех есть сады и не очень рядом находятся и то есть мой сад находится между соседями но как сад это громко конечно скажем но мои растения живут то есть да я между соседями вот эти соседями не обрабатывать никогда и ничего и благополучно уже несколько лет вот как стали и пару пару лет наверное до к стала лета более относительно такое жаркое приходится постоянно обрабатывать свои растения постоянно потому что все эти товарищи замучали мы уже как-то и разговаривали что давайте вместе обработаем любом случае уже потом будет меньше как бы проблем да 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 когда доходят дела до обработки все все ушли в туман так сказать но в общем буду бороться все равно кто-то и у меня зимует поэтому будем убирать еще у меня есть дегтярное мыло дегтярное мыло кто хотя бы раз ощущал аромат этот прекрасный аромат березового дегтя тот знает чем пахнет это было и как она пахнет вот но прекрасно справляется с паутинным клещом вот поэтому рекомендую единственное что имейте ввиду что пахнет он конечно ого-го итак переходим уже теперь к моей чемоданчику что у меня здесь есть глиокладин глиокладин я добавляю ну тут я разбавляла когда силу как себе шантак я добавляю в грунтю так дальше кальцевая селитра селитру кальцевыми уберите обдомными упаковками лучше брать маленькой посылочки так фитоспорин удобрения тоже есть но эти удобрения у меня были куплены недавненько но весна лето придет все это уйдет на раз-два потому что свои именно цветы я кормлю с каждым поливом но дозировку уменьшаю если вы поливаете если вы удобряете с каждым поливом то дозировку соответственно уменьшаем если вы удобряете там раз в неделю или раз 10 дней то делайте все как дается по инструкции вот одобрения здесь азот фосфор калий по 18 а здесь азота 23 фосфора 1 калия 23 дальше идем болезнь еще у меня есть чистый цвет ну и фитоспорин здесь вот все упаковка целая фитоспорина глиоклазин тоже еще вот они открытые это открытая упаковочка эти не открытые что есть еще основного сезона грубо говоря посадок и не было как вот начнется основной сезон посадок и основной сезон обработок и так далее понятное дело что этого всего в таких объемах не будет потому что все будет уходить очень и очень быстро клеевая ловушка вообще вот прекрасно единственно что я ее использую от почвенных комариков так вот мерные ложечки красота такая яркая так дальше препарат b58 он написан что он против тли но на самом деле он используется от щитовидки клещей листоверток тли моли листа грызут грызущих гусеницы жуки и плодожорки и так далее плюс еще насколько я знаю хорошо помогает от мучнистого червеца вот и не знаю что у меня тут какая-то пролилась баночка и у меня здесь был аллатар и он у меня пролился и благополучно у меня все тут было в этом запах конечно стоял дальше от 3 и так далее у меня еще есть вот такая зеленая птичка садовода это такие здесь стрелы они вставляются в горшочек вот и но я вставила в свои единственное комариков поменьше в основном и по остальному я не знаю потому что у меня как таковых проблем с родителями не было бы единственно это паутинный клещ но от паутинного клеща вот именно вот эти палочки не справляются они не предусмотрены для этого вот и но из паутинного клеща мне боролась по-другому остальные каких-то еще вредители у себя я не наблюдаю дальше конечно же энерген так дальше что у меня здесь есть это у меня фертика для гортензии гортензии помните да что у меня есть я их сохраняю я уже разик их подкармливала но они еще пока на этапе очень маленькие и я не стала коснулась особенно тоже их не трогаю только-только начали еще особенно листьями обрастать и некоторую часть конечно я потеряла черенков какая-то часть осталась какую-то часть потеряла это потому что ну понятно дело что это зима и зима сложный период для растений никто относительно занимается растениями да вот даже непрофессионально а просто у кого этих растений много они прекрасно понимают что растение такая вещь что они могут заболеть на них может это напасть и не могут пропасть то есть такое дело что редко когда вы посадили допустим 100 растений 100 растений в зиму да и 100 растений у вас зиму благополучно пережила и так далее и тому подобное дальше марганцовка конечно же марганцовку попала светофоречек там за копейки я вообще ее брала так еще 58 целый набор так дальше у меня есть эпин и фероид вот эти дружочки вот их лучше брать не маленькие знаете бывают такие маленькие ампулки лучше брать вот в таком формате потому что выходит намного дешевле даже если вам кажется что вы покупаете допустим этот же эпин там допустим за 19 рублей за ампулу то здесь 50 миллилитров по моему я покупала за 200 рублей ампула 19 рублей 1 миллилитр да и там 50 миллилитров 200 рублей разница думаю что очевидно дальше фитоловин от болезней и фитоверм я использую на протяжении всей зимы у себя от клеща дальше липосам ну липосам конечно же биоприлипатель очень нравится мне его количество уходит вообще-то минимальная группа говоря один миллилитр там на я беру на опрыскиватель свой который у меня там пол литра вам даже меньше чем 1 миллилитр то есть нужно вообще его немножко ну и конечно же гром 2 гром 2 у меня идет от всех вот этих комнатных почвенных мушек комариков всех вот этих вот товарищей справляются прекрасно то есть у меня нет каких-то таких дорогущих препаратов по типу там или каких-то дорогущих удобрений я покупаю только то чем я пользуюсь и чем я буду до пользоваться то есть я не покупаю просто для того чтобы у меня это было вот поэтому и вас призываю к того что покупайте только то чем вы будете пользоваться только то что вам действительно нужно не то что кто-то покупает и я хочу да то есть например я не сторонник дорогущих удобрений вот я не вижу смысла покупать прям вообще очень очень дорогие удобрения покупаю удобрения исключительно нашего отечественного производства поэтому и не думаю что чем-то хуже ну вот ну что ж вот такой вот экскурс в мои залежи думаю что будем прощаться всем всего самому этот би-58 я заказывала на балберис по моему еще заказывала давно здесь идет две ампулы по 5 миллилитров то есть я и заказывала сразу несколько штук чтобы не одна у меня было а несколько штучек ну что ж дорогие друзья будем прощаться всем всем самым лучшим всем всем самым самым хорошего всех обнимают всем всем пока пока